Мы часто рекомендуем пользоваться кэшбэком Letyshops и делаем это не просто так. Огромное количество магазинов-партнеров, удобный вывод денег, стабильная работа и простой интерфейс, понятный каждому. До чего я вам рассказываю? Регайтесь и сами всё узнаете. Ссылка в описании. Nokia 7 Plus возбудила хотелки многих людей ещё после первого выхода в свет на MWC. Не самый типичный дизайн, два к одному экран, быстрая железо, флагманская камера, ёмкая батарея и всё это не за 2 миллиарда долларов. Где подвох? Давайте разбираться вместе. Корпус глобально не имеет ничего уникального, но в целом это всё смотрится приятно. Он вырезан из алюминия 6000 серии, на самом корпусе имеется масса аккуратных фрезеровок, оголяющих чистый металл с под толстого слоя краски. Они тонированы в медный цвет. Краска здесь, кстати, не керамическая, как писали люди в комментах под распаковкой. Она похожа на керамику тактильно, но это просто краска, просто нанесённая минимум в 6 слоёв, которая просто будет очень долго служить. Просто не будет лущиться и в чёрном цвете она просто адски маркая, что, конечно же, нехорошо. Ну, по ощущениям, да, краска вполне приятная, а самое главное, не скользкая. Белая версия смартфона мне до сих пор нравится больше. Она выглядит, как по мне, более изысканно, да и маркости там как таковой нет. В целом, внимание к деталям здесь очень ощутимо. Дизайн хоть и прост, но сделано всё действительно со вкусом, а не как у многих. По корпусу также радует, как минимум, пара вещей. USB-C порт и миниджек, хотя... Не, не так. USB-C порт и миниджек. Расстраивает одно лоток, здесь попса, попсой, либо две симки, либо симка и карта памяти. Безрамочником 7 Plus назвать сложно, но 2 к 1 экран, который внезапно всем стал нужен, здесь в наличии. Под и над экраном у нас имеется немного пустоты, но если от вездесущих монобровей у вас уже нервный тик, то данное решение вам понравится. Хотелось бы, конечно, сканер отпечатка на морде смартфона, под него как раз место есть, но, видимо, не судьба. Живёт датчик на тыльной панели, срабатывает молниеносно, но анимация разблокировки, как это часто бывает, немного тупит. В любом случае, к стабильности и вменяемости сканера я придраться не могу. Меня смартфон узнавал всё время, хоть и руки далеко не всегда были идеально сухими и чистыми. Вернёмся к экрану. Диагональ 6 дюймов, разрешение Full HD+, технология выполнения IPS, углы немного скруглены ровно, настолько, чтобы форма дисплея гармонировала с формой корпуса, но без перегибания палки, когда эти самые слизанные углы перекрывают доступ к некоторой информации. Цветопередача дисплея немного прохладная, но в целом она скорее естественная, чем нет, смотреть на такую картинку приятно, глаза она не утомляет. Углы обзора по меркам LCD матриц отличные, без выгорания тёмных оттенков и синевы с желтизной при наклоне, а вот диапазоном регулировки яркости лично я доволен не полностью. Минимальная интенсивность подсветки достаточно тусклая для комфортного чтения новостей во тьме ночной, но максимум хотелось бы поярче. Фоткать что-то стоя под прямыми солнечными лучами порой было непросто. Настроек экрана немного, но режим чтения здесь имеется, что уже хорошо, а также в наличии Always On Display, который активируется при поднятии смартфона со стола, доставании его из кармана и новых уведомлений. Жаль, что нельзя опционально его включить навсегда. Двигаемся дальше. Железо, оно не топовое, но перед нами и не флагман. Спасибо за внимание, ваш покорный кэп. Кроме шуток, Snapdragon 660 далеко не самое мощное творение Qualcomm, но печалится рано. Система, общалки, сервисы Google и так далее летают, тяжелые видеофайлы жуются без проблем к играм с оглядкой на класс устройства, претензий тоже нет. Танки на максимальной графике первые несколько каток работают с более чем приличным FPS, уже ближе к пятой в замесах может быть и 32 кадра в секунду. Но если убрать тени, то и 10 боев аппарат продержится молодцом. PUBG Mobile работает на доступной на данный момент высокой графике, изумительно претензий как таковых нет. Даже в разогретом состоянии этот смартфон крутит данную стрелялку очень хорошо. Несмотря на внушительную батарею на 3800 мАч, хорошая автономность Nokia 7 Plus я бы не назвал день, ну полтора с натяжкой, но не более чем. Если смартфон мучать активно с 8 утра до 8 вечера, он выдерживает, но потом по-любому заряжать. Уверен, собака зарыта не за гаражами, а в сыром софте, который должны в ближайшее время поправить. Android One как никак. Быструю зарядку смартфон, конечно же, поддерживает. Здесь нас ждет классика. Первая половина батареи наполняется быстро, вторая уже тянется очень долго, но на случай, когда надо хоть как-то накормить смартфон перед вылетом из дому, пойдет. Работает это все по стандарту Qualcomm Quick Charge. Таскаться с родным адаптером не обязательно. Камеры Nokia 7 Plus, что фронталка, что основная, умеют мылить фон. Только спереди камера одна, а сзади их пара. Как всегда, портретка работает не идеально, но добиться хорошего результата можно. Софт распознает контур объектов достаточно ровно. Второй модуль основной фотопушки также можно использовать для съемки фото с оптическим зумом. По качеству такие снимки лучше кропа в основном модуле, что уже неплохо. В целом, камера 7 Plus снимает хоть и не идеально, но очень хорошо, как для среднего класса. Высокая детализация, внушительный динамический диапазон, естественная цветопередача, неплохой угол охвата. Короче говоря, все составляющие удобного в использовании фоторужья здесь соблюдены. В плохом освещении этот инструмент не бьет лицом в грязь, выдавая хоть и местами шумноватую, но рабочую резкую картинку, даже при съемке подвижных объектов вроде того же колеса обозрения. Видео камера умеет писать с программной стабилизацией в Full HD. 4К уже идет без нее и дерготни на этих роликах хватает. Но зато изображение более четкое, что для некоторых людей гораздо важнее. При подстройке экспозиции на монотонных участках появляется мракобесие, а в остальном все хорошо. Длительность записи роликов здесь изначально не ограничена. Более 20 минут мы UHD пишем точно. Учись, Samsung, учись! Касательно записи звука мы провели сравнительный тест на нескольких смартфонах с очень громким источником. Дальше без комментариев. Смотрите, наслаждайтесь, осуждайте условия проведения теста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот видеотест посвящен демонстрации возможностей ОЗО. И мы сейчас будем переключаться между разными микрофонами для того, чтобы вы смогли ощутить то, как меняется звук. В общем-то, при изменении источника выбранного, сейчас мы пишем объемный звук. Мы пишем звук сейчас объемный, и вы можете слушать спам сразу, да, с двух направлений. Но сейчас мы переключимся на Диму. Вот, и вы теперь должны, по идее, слышать лучше гораздо меня. А Сережа лучше, наверное, чуть-чуть лучше. Вот, а теперь, в теории, Сережа переключится на... Себя, да, и вот вы слушаете меня, да, вот, вот, наслаждайтесь. И, да, вот, неприемный парытон. Фронтальная камера в аппарате не идеальная и даже не рядом с тем, но пользоваться ей можно. И самое важное, даже при недостатке света она выжимает из себя далеко не обышо. И это радует, да недавно средний класс сливался сразу после захода солнца. Внутри Nokia 7 Plus нет крутой аудио-начинки, поэтому звучит она через наушники достаточно стандартно. Не идеально, но точно неплохо. Звук не самый быстрый, но зато он чистый, без лишнего замыливания и мусора. На высокой громкости в ЭЧ не сквернословие описать сложно, поэтому наушники лучше выбирать либо очень чувствительные, либо темные. В целом звук, как для кодека, вполне нормальный, модного перевеса в сторону баса здесь нет и это главное. Динамик в аппарате громкий от слова «очень». Я бы не назвал его музыкальным, но на максимальной громкости он не хрипит, что уже дорогого стоит. Даже в шумном месте вы услышите входящий вызов, а проигнорировать будильник не сможет даже самый настойчивый любитель воскресного досуга. Про софт рассказывать подробно здесь нечего, потому что перед нами представитель Android One, серии смартфонов, получающих прошивку напрямую от Гугла. Типа как пиксель, только с более вменяемой ценой, но это уже совсем другая история. Система чиста, в ней нет, быть может, чего-то нужного, но точно нет совсем ничего лишнего, и отчасти благодаря этому она работает быстро и перестает это делать гораздо позже аналогичных по начинке смартфонов с тяжелыми оболочками производителей. Давайте подведем горизонтальную черту. У Nokia 7 Plus есть по факту две проблемы. Подозрительно низкая, как для такого железа и аккумулятора, автономность, ну, во всяком случае, на текущей версии прошивки. И как бы странно это не звучало Nokia 8, которая подешевела и предлагает как минимум более шустрый чипсет и QHD-экран за почти те же бабки. Если о последнем забыть, то лично мои ожидания 7 Plus оправдала более чем полностью. Как по мне, перед нами один из самых сильных смартфонов среднего класса. Да, с не самой низкой ценой, но зато без кучи компромиссов, как любят делать многие другие игроки рынка. В любом случае, ссылки на этот смартфон в разных интернет-магазинах будут ждать вас в описании данного ролика на YouTube. И там же есть линки на кэшбэк, которые поможет экономить вам деньги на покупках в интернете. С вами был Дима, Ferrum.com, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео. Это очень нам помогает. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.